Стамбул город, омываемый двумя морями, черным и мраморным. И многие путешественники, приезжающие в Стамбул в летнее время, задаются вопросом, на какой бы пляж отправиться, чтобы и позагорать, и поплескаться в море. Всего в Стамбуле насчитывается 80 пляжей, часть из которых относится к загородным пляжам Черного моря, где вода теплее. Это Килис, Шиле, Аава, Рива. Часть к островным пляжам Мраморного моря, где вода похолоднее, это Принцевы острова, а именно Буюкада, Бургазда, Хейбилиада и Каналды. И городские пляжи на стыке двух морей. Сегодня обсудим городские пляжи на европейской стороне Стамбула. Подробно расскажем их плюсы и минусы. А ты уже выбирай, какой из них подходит именно тебе. Ты на канале Turkey Space. Меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Загораем! Пляж Гюнеш во Флории. Адрес ты сейчас увидишь на экране, он также будет в описании. Этот пляж расположен на станции Флория в районе Кучук-Чекмеджи, на европейской стороне Стамбула, на берегу Мраморного моря. Протяженность пляжной линии составляет 800 метров. В переводе с турецкого название пляжа означает «Солнечный пляж». Рядом с пляжем расположен прибрежный парк Флории, а также океанариум и Стамбул-аквариум. В непосредственной близости находится старый истамбульский аэропорт Ататюр. Сам пляж песчаный, широкий и пологий, вытянутый почти на километр. Дно моря тоже песчаное, пологое, мелководье, простирается на десятки километров. На пляже имеются все удобства. Шезлонги и зонты в количестве 1500 штук, расположенные в 14 рядов и занимающие 30% пляжной зоны. 234 кабинки для переодевания, 228 камер хранения, кафе 2 штуки, в которых обычно очереди, 48 душевых кабин, чтобы всем хватило и аж 42 туалета, чтобы не было столпотворений. Также на пляже имеется волейбольная площадка, парковка на 300 мест. Ход платный и составляет 25 лир. Оплата производится только из Стамбул-карты. Дети до 7 лет проходят бесплатно, после оплаты тебе одевают специальный браслет. Аренда шезлонга и зонта составляет 10 лир. Пользование душем, кабинками для переодевания и туалетом бесплатное. Аренда камеры хранения составляет 15 лир. Вода в хорошую безветренную погоду, прозрачная и тихая, а когда море волнуется, то быстро мутнеет. Самое неприятное на этом пляже это водоросли, которые здесь не редкость, которые неприятно липнут к телу, создают определенный запах. Когда водоросли мигрируют, то вода вновь становится приятной для купания. Этот пляж очень большой и там всегда многолюдно, даже несмотря на водоросли. Многие люди приходят просто позагорать, если вода не располагает к купанию. И в пик сезона все полторы тысячи шезлонгов заняты. В море имеется зона, обозначенная в виде буйков, дальше которой заплывать запрещено. Поэтому любителям глубоко поплавать не получится. Весь процесс отдыха и плавания контролируют спасатели, которые находятся как на берегу, так и прямо в воде на катере. На пляж запрещено проносить еду и напитки. При входе охрана проверяет сумки и просит пищу и напитки убрать в камеру хранения. Камера хранения находится прямо на улице, поэтому еда там быстро стухнет. Поэтому лучше не приносить еду вообще. Да, там целых два кафе. Ну, постоишь немножко в очках. Пляж очень шумный, все время звучит музыка, на громкоговоритель постоянно наговаривает правила поведения. Развлечений на пляже нет, только пляжный волейбол. Пляжный сезон на этом пляже с мая и даже в октябре вода сохраняет 20 градусов. То бишь с мая по октябрь. Часы работы с 9 до 19 часов. Из плюсов этого пляжа он просторный, мелководный, теплая вода, большая пляжная зона, дешевый код, хорошая инфраструктура находится в черте города. Из минусов же это частое присутствие водорослей и запах из-за них. Очень многолюдно, на песке скапливается достаточно много мусора. Очень шумно и источников шума аж два. Это громкоговорители и музыка. Всего два кафе и постоянные очереди и ограничения по времени работы. Вот такие вот минусы. Он подходит для пляжного отдыха тем, кто хочет позагорать, иногда окунувшись в море. И кому не мешает шум и большое количество народа и периоды наличия тины. Как добраться до этого пляжа? На пляж Флория надо ехать на метро или автобусе до остановки Флория. Далее пройти пешком к пляжу. Также до Флории идет Мармарай. Выйти надо на станции Флория. А если у тебя есть билет в Стамбульский аквариум, он тут совсем рядышком находится, то от Токсима и Султана Ахмеда идет бесплатная развозка. Так что если планируешь посетить аквариум, то можно убить сразу двух зайцев. Так, следующий пляж это Ишелькёй. Адрес видишь перед собой, будет в описании. Это бесплатный униципальный пляж, расположенный в округе Пагиркёй, в районе старого аэропорта Стамбула. На берегу Черного побережья, протяженностью чуть более 600 метров, относится к европейской стороне города. Возле пляжа пролегает набережная для прогулок. На пляже Ишелькёй мелкий песок и участками ракушки и мелкие камушки. Перейдя на набережную, можно пристроиться на траве под тенью деревьев, прилегающей парковой зоне. Внешний вид пляжа представлен небольшой рукотворной бухтой, полуокруглой формы, часть которой перекрыта каменным молом. В соседней такой же бухте, чуть меньшего размера, находится пляж Мун Бич, лунный пляж, который также часто относится в состав Ишелькёй. Вода на этом пляже теплая, здесь мелководье, что удобно для детей. Из-за закрытости каменными заграждениями, которые формируют бухту, волн не бывает, вода довольно чистая, но иногда ветром на берегу прибиваются водоросли. Зоны купания здесь ограничены буйками. Для любителей заплыть на глубину не получится, так как спасатели начнут шуметь и требовать вернуться в зону купания. На пляже дежурят полицейские, благодаря чему здесь тихо и спокойно. Пляж достаточно многолюдный, здесь много местных. Лучше приезжать в будни и не вечером, так как в это время людей будет поменьше. Пляж абсолютно бесплатный, приходить на него следует со своими полотенцами. Но можно взять шезлонг в аренду, он там дешевый. Туалеты по 2 лиры, а вот привычных кабинок переодевания здесь нет. Все по старинке, укрившись полотенчиком. На Ишелькёй довольно много чаяк и уток, которые гуляют по берегу и плавают у его кромки. Местные нередко подкармливают их хлебом. По сути, этот муниципальный пляж – обычный городской пляж, где не так чисто, чем на его частных аналогах, на которых уборка пляжной зоны производится почаще. Поэтому к вечеру на Ишелькёй порой становится мусорным. Также на этом пляже некоторые турки могут доставлять беспокойство женщинам, отдыхающим в открытых купальниках, пытаясь с ними познакомиться. Но на вежливую просьбу не беспокоить, реагируют адекватно и больше не докучают. Пляжных развлечений на этом пляже нет. Этот пляж исключительно, чтобы позагорать и поплавать. Рядом на набережной есть прокат велосипедов. По пляжу ходят торговцы разнощие, как в курортах Краснодарского края, с кукурузой, семитами, водой, чаем, а также надывными кругами для детей. Но также есть и кафешки. Устраивать пикники и жарить мясо на мангале на этом пляже запрещено. Пляж работает круглосуточно. Подведем итог. Плюсы пляжа. Он бесплатный. Мелководное песчаное дно. Нет волн. Есть зоны с деревьями, к ним можно пристроиться под естественной тенью. Теплая вода. Пикники запрещены. И есть кафешки. Минусы. Часто бывают водоросли. На песке бывает мусорно, а бычки, сигарет не редкость. А также кусочки хлеба, которыми кормят чай куток. По берегу ходят утки и чайки. Нет кабинок для переодевания. Для любителей глубоко заплыть не получится. Нет никаких развлечений. Многолюдно. Для тех, кто хочет позагорать и иногда окунуться в море, и при этом не хочет ехать за город, пляж подойдет. Доехать до пляжа Ишельку несложно. Из центра Стамбула, с вокзала Сиркиджи, сюда отправляется электричка Мармарай. Выходить необходимо на одноименной остановке Ишелькой. От нее до пляжа около полутора километра пешком. Для меня то, что уточки ходили бы, это не минус. Я бы их ловила, было бы. Ну, некоторым, может, не понравится. Пляж Менекше во Флорье. Адрес пляжа ты сейчас видишь вот здесь. Он также будет в описании. Менекше пляжи расположены в небольшом отдалении за пляжем Юнеш, рядом с одноименным парком. Тоже находится в европейской части Истамбула, в районе Кучук-Чек-Меджи, в 17 километрах от исторического центра и в 2 километрах от центра района. Берег пляжа также омывается мраморным морем. Название с турецкого переводится как «фиолетовый» или «фиалка». Сам пляж принадлежит муниципалитету и не имеет ограничений по времени работы и абсолютно бесплатный. Протяженность пляжной линии около 600 метров, ширина составляет около 25 метров. Берег и дно песчаные, иногда попадаются мелкие камешки. На пляже присутствует много деревьев, которые создают естественную тень. Под морепологий большая зона мелководья. Здесь также можно арендовать шезлонги дешевле, чем на соседнем пляже, а также зонтики. В наличии и душевые кабинки, и туалеты, а также на территории пляжа находятся три кафе, где можно перекусить. Также на пляже работают спасатели, которые находятся на трех спасательных вышках, поставленных на пляже. Также дежурит скорая помощь. На этот пляж часто приходят местные на пикники и даже пожарят мясо на мангале. Также здесь не запрещено оставаться с палатками на несколько дней. Такой пляж кемпинг. Пляж очень шумный и суетной, особенно в выходные и праздничные дни. Здесь много местных, которые приезжают на пикники и шашлыки. Подрасли в море также нередкое явление. Береговая линия замусорена пластиковыми бутылками, пакетами и окурками. Пляж, конечно, убирают, но не так часто, как платные пляжи. Из развлечений здесь имеются водные мотоциклы и лодки. Пляжный сезон длится с мая по октябрь. Итак, плюсы этого пляжа это то, что он бесплатный, нет ограничений по времени работы, мелководье. Можно устраивать пикники, жарить шашлык. Также дешевые шезлонги. Можно остаться с палаткой на несколько дней. Можно покататься на водных мотоциклах и лодках. И находится он в черте города. Из минусов этого пляжа это то, что мусорно, шумно, многолюдно и не очень подходит для классического пляжного отдыха. Мы бы этот пляж рекомендовали в качестве выезда на природу на пикник с мангалом или на кемпинг на несколько дней, чтобы пожить прямо у моря. Чтобы добраться до этого пляжа, нужно на Мармарай доехать до станции Флория и от станции Флория идти пешком минут 10 до первого пляжа Гюнеш, а за ним будет Менекше. Прямо до пляжа Менекше можно добраться метробусом. Это скоростной автобус такой. Выходить необходимо на станции Кучук-Чек-Меджа и пройти в сторону моря около 5 минут. Следующий пляж Хайлайф граничит по суше с пляжем Менекше. Расположен пляж на небольшом острове между озером Кучук-Чек-Меджа и Мраморным морем. Длину зона отдыха занимает около 600 метров. Ширина колеблется от 7 до 32 метров, то есть такое неровное побережье. Побережье и вход в воду песчаные, пологие, без обрывов и резких перепадов дна. Здесь также есть мелководье. В воде растянуты буйки, так что поплавать на глубину не получится. На берегу много зелени, создающей естественную тель. Вода в море часто в водорослях, особенно в пик сезонах. Но есть места на пляже, где водоросли нет, так как они имеют свойство мигрировать. Песок мусорный, шезлонков и зонтов нет. В наличии кабинки для переодевания, душевые и спасательные вышки. Парковка здесь на 300 мест. Туалеты платные, стоят дешево, обычно от 2 до 5 лир. Также работает на пляже кафетерий. Пляж многолюдный и очень шумный. Много местных приезжает на этот пляж на пикники и шашлыки. В выходные особенно аншлаг. Отовсюду звучит музыка, шум, гам, хохот и крики резвящихся детей на игровой площадке, которая построена прямо на пляже. Поблизости есть банк и банкомат. Итак, резюмируем. Плюсы. В черте города. Рядом есть другие пляжи, на которые можно перейти, если не понравится этот. Песчаная пологое дно. Мелководье. Разрешенные пикники и разведение огня на мангале. Бесплатно и работает круглосуточно. Минусы. Нет шезлонгов, мусорный песок, водоросли. Шумно, глубоко поплавать не получится. Этот пляж подходит больше для проведения пикников прямо на пляже, чем для классического пляжного отдыха. Добраться до пляжа Хайфлайф удобнее всего на Мармарае, до остановки Менекше. Также рядом есть остановка автобусная БН-1. Пляж Сахил. Находится в парке Менекше-Сахил, но отделен от Хайлайф и Менекше-каналом. Обычный городской пляж без особого ухода за ним, прямо на территории парка. Берег местами галечно-песчаный, а местами каменистый. В течение дня в песке скапливается мелкий мусор. Дно также местами песок с мелкой галькой, а местами попадаются острые камни. Шезлонгов и зонтов нету. Вход бесплатный, есть душ и платные туалеты. Обычно его посещают местные, чтобы окунуться в море и пойти себе дальше. Плюс у этого пляжа всего два, то что он бесплатный и находится на территории парка. Из минусов же то, что он грязный, неприятное дно и не подходит для морского отдыха. Этот пляж может подойти только лишь для прогулок, чтобы подышать морским воздухом и побродить по парку. Добраться до этого пляжа можно на Мармарай и необходимо выйти на станции Флориа Трейн Стейшн. Следующий пляж на нашем списке это пляж Алтынкум, который располагается в районе Сырье. В небольшой бухте между холмами, где Босфорский пролив впадает Черное море. Пляж Алтынкум разделен на несколько зон. Одна из которых бесплатная, остальные платные. И одна предназначена исключительно только для женщин. А другие частные пляжи для всех. Цена на соседние зоны от 40 лир. В каждой зоне есть лежаки и зонты, которые можно взять в аренду. На территории пляжа есть туалеты, кабинки для переодевания и душевые. На бесплатном пляже разрешено приносить продукты. Вдоль дороги у пляжа есть рестораны, где можно поесть. Побережье пляжей пологое, с плавным входом в море. Дно и само побережье песочное. Вода сине-зеленая, благодаря постоянному течению она чистая. Заклывать на глубину не рекомендуется из-за заметного подводного течения. Зоны купания огорожены буйками. Песок на бесплатном пляже бывает мусорный, особенно к концу дня. На платных рядом с ним почище. На пляже не очень шумно. Плюсы, которые мы выделили бы на этом пляже, это достаточно чистая вода, есть глубина. Рядом несколько пляжей, можно выбрать какой больше понравится. Есть рестораны и не очень шумно. Из минусов, это подводное течение и на бесплатном пляже мусор. Этот пляж подойдет для периодического посещения, чтобы позагорать и окунуться в море. Добраться до него можно на скоростном трамвае Т1 до конечной остановки Каботаж. И оттуда на автобусе 25Е, 22КЕ, 40 и 41. Если от площади Токсин, то в Сарьер идут автобусы номер 25Т и 25Ж. Или же на метро до остановки Хаджи Осман и на автобусе номер 25А доехать уже до Сарьер. Касыр Кая. Адрес ты видишь вот здесь, он также будет в описании. Этот пляж также находится в районе Сарьер на Черноморском побережье и малоизвестным туристам. Это большой песчаный берег. Инфраструктура пляжа частично обустроена шезлонгами, зонтиками и вышками спасателей. Его периодически приводят в порядок, но он все равно остается мусорным. По берегу нередко бредут коровы, лошади и собаки. На лошади бы поскакал, поехали туда. На этом пляже нередко случаются кражи вещей, оставленных на берегу. На пляже очень мало людей. На территории пляжа разрешено поставить палатку и устроить пикник. Море на пляже чистое, часто мелкие и приятные волны. Пляж подходит для тех, кого не смущают гуляющие животные или же для прогулок. Рядом с Касыр Кая расположен пляж Терме. Это его брат-близнец, мало отличим от первого. Также неухоженный берег с бредущими по нему животными. Адрес перед собой, видишь, также он будет в описании. Пейзаж здесь очень живописный, но пляж очень запущенный. На пляже отдыхает много сирийцев и арабов. На этом пляже можно погулять и поделать красивые фото, так как природа очень красивая. Можно также ставить палатку. Поблизости есть кафе и лотки со стрельфудом и напитками. Плюсы этих двух пляжей, которые мы отметили, это малолюдность, море чистое, красивая природа. Можно расположиться с палаткой и пикником. Получаются красивые фото. Минусы. Песок далек от идеала. Бродят лошади, коровы, собаки. Случается воровство оставленных вещей на берегу. По сути, это два пляжа таких диких пляжей. Самый быстрый маршрут до этих двух пляжей, это по зеленой ветке метро М2 доехать до станции Хаджи-Осман. Там сесть на автобус номер 152, который отвезет до остановки Кисар-Каяр. И оттуда три минуты до места назначения. Также от метро станции Хаджи-Осман до пляжа ходят автобусы номер 48Н, 54К, 54Ч и 54ЁР. Купальный сезон в целом в Стамбуле с мая до октября. На некоторых пляжах можно позагорать даже в октябре, если погода выдастся хорошей. Вот, по нашему мнению, несколько природных пляжей для посещения для разных целей. На европейской стороне, если выбрать пляж для посещения, то лучше уж выбирать Яшелькёй, он бесплатный. А по чистоте не будет сильно разниться с платными пляжами. А нетребовательным людям может понравиться даже и дикий пляж Кисар-Каяр. Там чистое море, если не спущают бредущие коровы, лошади и псы. Пляжи на станции Флория, Гюнеш и Меникше можно посетить, чтобы позагорать. И может в этот день повезет и море будет чисто и не будут водоросли. В следующем видео разберем пляжи азиатской стороны Стамбула и там ситуация получше. Если возникли вопросы, переходи в комментарии. Ставьте пальцы вверх, пускай это видео посмотрит как можно больше людей. Конечно же подписывайтесь на наш канал. Подняли-обняли и немножко грустными, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok